Приветствую вас, конечно же, так вот, наверное, и не ответить сразу, чем здесь дело, я имею в виду так, наверное, и не сказать, что именно, и конкретно вас может беспокоить, потому что вариантов может быть достаточно много, как мне кажется, и не все эти варианты могут быть, собственно, про вас, вот, поэтому я бы не торопился с какими-то выводами, такими какими-то решениями, я бы не торопился, не спешил, я бы постарался лучше посмотреть на ситуацию с той точки зрения, что происходит непосредственно с вами. Вот. С той точки зрения, что происходит с вашим психологическим, например, и психоэмоциональным состоянием, допустим, в этот момент. Ну, например, вы начинаете чувствовать что-то вроде тревоги, например, вы начинаете чувствовать что-то вроде беспокойства, вы начинаете чувствовать что-то вроде негатива к человеку, а у вас, например, появляется что-то вроде злости по отношению же к человеку, например, вот, либо вы начинаете хотеть чего-то, да, то есть, ну, например, вы хотите, может быть, сбежать, вам хочется, может быть, как-то завершить эту, ну, этот контакт, эту беседу, эту взаимодействие, вам хочется как-то уйти. Вот. То есть, что бы там ни было, да, о чем бы не свидетельствовала ваша реакция, там происходит, вероятно, что-то очень важное. И, к сожалению, судя по тому, что вы говорите, вы, вероятно, не очень, не очень хорошо это чувствуете, не очень хорошо отдаете себе отчет в том, что именно с вами происходит и что именно вы чувствуете, то есть, чего именно вам хочется, может быть, в этот момент, в этот момент, когда, ну, вот, кто-то начинает, как вы говорите, страх течь, да. Собственная задача, наша задача является раскрыть ваше чувство, раскрыть ваше желание, вот, и постараться увидеть, что именно с вами там происходит. Для того, чтобы вы, возможно, могли бы лучше этим управлять, чтобы вы могли бы лучше с этим разбираться, чтобы вы могли лучше выражать и, соответственно, контактировать с теми, с кем вы общаетесь, в том числе, с дочерью, с дочерью своей. Я могу предполагать, но, конечно, не могу утверждать наверняка и, честно говоря, не хочу даже это делать. Вот, но мне кажется, что вы, вполне вероятно, склонны себя как-то вот сдерживать. Вы склонны как-то не давать себе, себя проявлять. Ну, допустим, вот, с дочерью или с другими людьми. Потому что то, что вы описываете, это не что иное, как нарушение ваших границ, ваших, ваших зон, так называемых, зон, зон комфорта. Вот. И, естественно, что, когда они нарушаются, или когда вы чувствуете, что они нарушаются вам, естественно, становится некомфортно. Это вообще нормальная абсолютно реакция. Это вообще нормальная абсолютно история. Что когда человеку никому не комфортно, он хочет как-то вот, ну, условно говоря, прекратить, да, прекратить и сделать так, чтобы его не беспокоили. Это абсолютно нормально, но увы, вы пытаетесь, судя по тому, что вы говорите, вы пытаетесь от этого уйти, вы пытаетесь как-то этого избежать, да. А вот, вероятно, не слишком отдавая себе отсчет в том, что вам нужно вообще и чего вы хотите. Опять же, вообще, чего вы хотите. Если бы вы на этом фокусировались несколько лучше, если бы вы этому несколько бы лучше отдавали отсчет, внимание, то ситуация могла бы, конечно, улучшаться, поскольку на данный момент вы воспринимаете вот то, что с вами происходит вот таким образом, да, как будто это, это какое-то, может быть, бедствие, как будто это что-то непонятное, то, что вот с вами происходит, что, конечно, вам в этом смысле достаточно тяжело. И, в первую очередь, нужно работать над идентификацией этого, над идентификацией тех моментов, которые вот вы себя замечаете и чувствуете. Вот. И дальше уже по мере того, как вы это будете делать, или если вы будете это делать, то вам будет куда проще понять, что с вами происходит. И вам будет куда проще понять, чего вы хотите. Вам будет проще понять, на какое место наступает человек, ну, вам, на какое место вам наступает человек, что вы вот таким образом реагируете. Вот. Ну, такая вот у вас реакция. Вот. Сама-то сама по себе реакция нормальная, но вот, то, как вы к ней относитесь, конечно, вызывает определенный вопрос. Вот. Вне всякого сомнения. Потому что, как будто бы вы себя за это говорите, как будто вы себя за это меняете, как будто бы вы вот требуете от себя это прекратить. Вот сейчас, когда, например, вы пытаетесь понять вот то, что с вами происходит, мне кажется, вы двигаетесь туда же, в том же направлении, в направлении того, чтобы попытаться и постараться стараться себе объяснить, что, что, что с вами происходит. Но не очень понимая, чего вам хочется. Поэтому, хотелось бы сказать, самое важное, это именно то, чего вам хочется в этом. А не то, почему так происходит. Потому что, причин для подобных реакций, может быть, более чем достаточно, но, повторюсь, их, эти реакции, эти причины, можно искать, в принципе, всю жизнь. Вот. Ну, как-то вот, лично мне, не очень хочется, чтобы вы тратили на это всю жизнь, там и сейчас особого смысла, в этом, нет. А вот, учиться устраивать несколько другие отношения, где вам было бы, было бы, ну, покомфортнее, где вам было бы, поудобнее, где вам было бы, получше, получше. Вот. А это вот, вполне себе, возможно. Вот. Ну, понятно, что, возможно, только если вы, вот, ну, захотите работать. вот, 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 то есть, если вы захотите, вот, как-то этим заниматься, вот, потому что, если нет, то, соответственно, спектр довольно ограничен, получает, в таком случае. Вот. Ну, здесь уже решать с вам. Как я думаю. Вот. Как, как-то, наверное, так, я бы ответил вам, на вопрос, который бы вернется, вот, какой-то, какая-то такая, обратная связь. Вот. Ну, по крайней мере, хочется, вам, дать, именно, такую, обратную связь. И, надеюсь, что, это вам, ну, как минимум, будет, полезно. Вот. Я надеюсь, что, как минимум, вам это будет интересно. вот, а, как максимум, я надеюсь, что, вы, сделаете для себя, какие-то выводы, и, решите, соответственно, может быть, начать, заняться, а, с собой, эм, психотерапией, вот, и, начать, свою жизнь менять. потому, что, вас не устраивает, и, как, показывает практика, что, эм, ну, не всегда, не везде, проблема находится, в одном месте, там, где ее ожидает, вот, скорость с проблемой, может, показаться, совсем, в другом месте, вот, нигде, например, вы ее ждете, нигде вы ее ожидаете, вот, но, весь, вопрос, такой, готовы ли вы к этому, вот. там, ну, вполне возможно, что, вы не готовы, вот, есть у вас определенная, вот, направленность, да, вот, ну, определенная направленность, там, на решение, вот, какой-то отдельной проблематики, к примеру, вот, и все. А, больше вы, не хотите ничего, вот, это, ваше право, но, просто, здесь, могут быть, негативные аспекты, вот, которых я вас просто хочу предупредить. вот, пока что, я бы сказал, что, свой вопрос, вы видите, он не совсем, корректно, в том смысле, что, вот, спрашиваете, почему, вот, ну, ответ на этот вопрос, никакого, практического смысла не имеет. вот, на этом все, я надеюсь, что это было полезно, вам интересно, буду благодарен вам, за обратную связь, по моему, ответу, это позволит вам, начать, работу над собой, а, желаю вам всего, самого доброго, и удачи.